Жара в Алтайском крае опасна не только солнечными ударами. Кожа страдает не меньше. Однако увлажнение не единственный метод сохранить свежесть лица. Об этом рассказали барнаульские косметологи на встрече клуба «Время трендов» с корреспондентами «Толка» и журнал «Автограф». Также это батулинотерапия, то есть она позволяет сохранить кожу более гладко, без заломов, именно мимических заломов, при активной мимике. То есть на солнышке мы, как правило, хмылимся, морщимся, и это дает, скажем, свои результаты негативные на кожу. Однако морщины – это от них не единственная проблема, проявляющаяся на солнце. Очень много пациентов с пигментом, и как раз они все ко мне приходят почему-то именно в летний период, потому что идет обострение пигментации, и с первым солнцем они начинают проявляться все ярче. Поэтому процедуры, актуальные именно в летний период, это процедуры, направленные на стабилизацию пигментной активности, для того, чтобы она не становилась ярче, для того, чтобы она уменьшалась. Пигментация, по словам косметологов, стала очень распространенной в последнее время. Связано это с ухудшением внутреннего состояния из-за множества вирусных заболеваний. Внешнее воздействие также влияет на ткани, поэтому слой солнцезащитного крема никогда не помешает. Его необходимо наносить каждые 2-3 часа на чистую кожу. Главное – не перестараться. Особенно, как наши клиенты любят пожирнее, потолще, побольше, и где-то купить в южных странах, там 80, они видят вот эти SPF написанные и используют у нас, это на самом деле под воздействием солнца химические элементы, они превращаются в очень достаточно, в вредные радикалы. Другой вариант – прикрывать кожу одеждой, но и здесь важен баланс, чтобы клеткам было чем дышать. В любом случае, все это индивидуально, поэтому перед своей защитой и уходом обращайтесь к профессиональным врачам. Данила Кузнецова, Дмитрий Денисов, День с толком.